Хочется, чтобы Голлайн Олдер... Всем привет! Кто не знает, меня зовут Константин Горбунов. И с 2012 года я делаю лендинг-пейдж, сайты, не только для себя, но и также для своих клиентов. И с 2013 года я собираю видео-отзывы, аудио-отзывы и прочие различные отзывы. Все, кроме текстовых, для своего бизнеса и бизнесов своих клиентов. И да, если вдруг вы меня не знаете, я также известен как автор курсов по Яндекс.Директ, Google AdWords и Лендинг-пейдж. И один из самых частых вопросов, которые задают ребята, когда создают лендинг-пейдж, а как делать эти видео-отзывы. И в сегодняшнем видео я попробую довольно доходчиво объяснить, как я за все время, ну, собственно, вы можете посмотреть на моем канале, собрал около 200 видео-отзывов по тем или иным тематикам, связанных с Яндекс.Директ, Google AdWords, Лендинг-пейдж и всякими уроками, связанными с ними. Поехали! Первое, с чего мы начнем, это так называемый прецедент. То есть у вас должен быть либо человек, либо какая-то ситуация с человеком, при которой либо вы потенциально, он у вас становится клиентом, то есть есть хоть какая-то эмоция, либо человек стал вашим клиентом, и у него есть какая-то эмоция, либо он был вашим клиентом, и у него есть какая-то эмоция, она осталась. И да, с этим бывает большая проблема. Люди не готовы либо оставлять видеоотзывы, они прячут лицо, либо вообще людей таких нету. Ведь тоже часто бывает, что у вас просто нету возможности взять видеоотзывы. Просто либо у вас вы начинашки, вы только начинаете в этом бизнесе, и не у кого взять видеоотзывы. Как в таком случае быть? Итак, первое. Если у вас все-таки человек такой есть, то сначала нужно просто подойти и попросить, а можно я у вас возьму интервью, что намного упрощает общение с людьми. Представим ситуацию, вы подходите к клиенту, которому вы дали какой-то результат, вы сделали ему услугу, и просите, дайте, пожалуйста, видеоотзывы. И если человек более-менее адекватный, и он среднестатистический, то он скажет, нет, я вам, к сожалению, не дам интервью. И на самом деле на то есть очень простая причина. Первое – это то, что человек просто боится камеры. Да, первый месяц-два я тоже боялся камеры, когда наговаривал что-то на свой блог. Вы можете посмотреть первое видео на моем канале и увидеть, что я там прям пугливый-пугливый. Сейчас-то, конечно же, такого нету. И у большинства из вас тоже такая же проблема есть. Это решается очень просто. Вы подходите к телефону и говорите, давайте я вас проинтервьюирую. Это значит, я буду задавать вопросы, а вы просто на них будете отвечать. Ну, под запись. Согласитесь, это намного проще. То есть вы задаете, например, здравствуйте, а как вас зовут? Меня зовут Михаил Иванович. И дальше открываете всю схему работы, можно сказать, с клиентом. Привет, Ром. Привет, Кость. Расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания? Краткая предыстория такая. Мы несколько лет делали рекламную, рекламно-производственную компанию. Вот, это, ну, мобильные конструкции Presswall, собственно. Вот, этим занимаемся. Сколько мы с тобой вместе уже работаем? Ну, начали мы, насколько я помню, в середине марта, ну, три месяца около того. Чуть больше можно. Что было до? Ну, как я понимаю, не было вообще ничего. По этому направлению не было вообще ничего. Были разовые заказы, мы их с горем пополам даже смогли выделить в статистике. То есть их было несколько штук в месяц, ну, прям мало. Расскажи, что случилось после, то есть что сейчас? Что случилось после? Другой вариант, если у вас человек вообще ни в какую не хочет давать интервью, тогда есть другой вариант. Вы говорите, хорошо, можно аудиоотзыв. И подсовывайте ему телефон, ну, либо гарнитуру, как хотите. И пусть он наговорит вам весь текст, аудиоотзыв. Это очень тоже круто. Что вы сможете потом вставить в видео? Видео, может быть, человека вы не сможете вставить, но это можно будет и написать. Например, человек не захотел сниматься. И, ну, бывают все люди такие. Никто не хочет лишний раз мелькать лицом в где-то чужих сайтах и так далее. Сами понимаете, сейчас время неспокойное. Он наговаривает аудиоотзыв, а потом вы снимаете то, что в итоге вы сделали. Ну, например, если это баня, то вы просто ходите по бане, снимаете баню. Можете, кстати, вставить и себя. То есть вставить и аудиоотзыв, и себя. И ходить снимать себя. Если это, кстати, очень помогает, чтобы у вас не копировали видеоотзывы. То есть у нас, ну, вот если брать там расходы на Яндекс, ну, вот на Сдерик, он окупился. То есть, ну, по 6, по 7, по 8 заявок. Неважно, там, они там, ну, нормальные, ненормальные. Третий вариант. У вас нету никакого человека. Ну, здесь можно взять гибрид первого и второго. В первом случае вы просто берете своего друга и интервьюируете его, чтобы он не смеялся. Главное делать это на фоне той услуги, которую вы делали. Либо то, что на нем, либо то, что с ним, либо то, что позади него. Ну, то есть, если это баня, то сзади. Если, например, вы сделали ему картину, то он с картиной. И стоит, естественно, вот в такой позе где-нибудь, чтобы видно было полностью картину или хотя бы часть ее. А потом ее до конца доснять. То есть, интервьюирование самый лучший вариант для того, чтобы подойти к человеку и попросить у него видеоотзыв. Не просто видеоотзыв, потому что человек не понимает, а именно интервью. Очень хорошая вещь. Дальше. При каких лучше удобных случаях брать интервью? Тоже зачастую. Ну, вот я сейчас, 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 вот через минут 10 или вот через 2 дня я обязательно возьму у него отзыв. Здесь очень важно не проворонить время. Вы можете проворонить время создания отзыва, и у человека испарится эмоция. И, конечно же, это будет очень грустно. Вы приходите к человеку, да, делали ремонт. А как вам вообще? Ну, вот я год живу, нормально. Вполне. А первые эмоции обычно. Вау, так классно, мне все нравится вообще, и ребята так хорошо все сделали, они такие молодцы были, все оперативненько, я им даже ночью звонил. И вот прям они такие все, ну, прям вот как я люблю. Вот что-нибудь такое. Даже, возможно, не будет связанной речи, зато человек будет понимать, что от души. А когда через год, например, вы приходите, да, да, все хорошо, все нормально, да, меня все устраивает. Причем тот же самый человек может быть. Есть еще очень крутой вариант, вы уже немножко времени потеряли, как можно вернуть видео или аудио отзыв. Вы берете телефон, ставите запись телефона, многие делают так. И спустя какое-то время, например, через неделю, звоните человеку, говорите, алло, здравствуйте, меня зовут такая-такая-то компания, представляетесь. Можете, кстати, дать другу, он может под запись это просто сказать и представиться отделом качества этой компании. Либо просто позвонить, здравствуйте, Василий Петрович, вы же меня помните, я Костя Горбунов, я вам делал сайт. Да, помню. Сергей Петрович, как вам вообще? Все хорошо работает, все нормально? Ну и задать, опять же, стандартный вопрос. Сколько заявок, например, из сайта приходит, какая конверсия, что дальше будете делать, ну и так далее. Все основные вопросы. И человек, в принципе, зачастую тоже показывает свою эмоцию на этой аудиозаписи. Почему нельзя использовать это как видео отзыв? Конечно, можно. Можно, опять же, вставить какую-то картинку. Либо фото, либо видео, которое вы сняли до этого, либо еще что-то такое, связанное с этим. И вполне это зайдет за отзыв. У тебя много заявок-то идет в сайт? Слушай, ну я сейчас, ну нормально. Вот мы делим, у нас порядка 25 заявок в день. Третий пункт нашего пошагового урока, как сделать видео отзыв, будет про то, какими вещами можно снимать видео отзывы. Да, сейчас я снимаю на довольно профессиональную камеру. Да, у меня есть свет, даже 4, 5, 6 источников света, поэтому я такой яркий, у меня нету даже никаких ямочек и так далее. Но, тем не менее, большая часть видео отзывов, которые вы увидите у меня на канале, они сняты либо на телефон, либо просто на штатив камеры. Тоже стандартно можно поставить. Разницы особо нет, что вы со штативом снимаете, что без штатива, на профессиональную камеру или телефон. Потому что уже разницы нет никакой. Качество съемки на телефон и на последние, такая же, как и качество съемки на довольно профессиональные камеры. Если вам не выводить, конечно, какие-то там цветопередачу и прочее, прочее. Привет всем, меня зовут Миша, фамилия Машутов. Занимаюсь серебряным украшением и оптом. Заказал лендинг у Кости Гругунова. Ребята, я не то, что доволен результатом. Здесь, наверное, важный момент, только шумы, которые могут у вас быть. То есть, если вы снимаете где-то на стройке, снимаете на каком-то мероприятии, еще где-то, то я рекомендую делать следующее. А. Это купить маленькую петличку, записывающее устройство, маленькое, и петличка. Тоже хорошая вещь, если у вас есть 2-3 тысячи рублей. Ну, максимум 5 тысяч рублей. Если нету, то есть другой вариант. Вы берете свой же телефон, берете, покупаете к нему либо длинные наушники с гарнитурой. Знаете, такие, наверное, есть, они со всеми телефонами идут. Ну, либо берете просто стандартную гарнитуру, либо подносите к человеку. Ну, например, вот так, когда вы интервьюируете, задаете вопрос, ему суете. Задаете вопрос, ему суете. Так, чтобы было нормально слышно, потому что зачастую что-то кто-то говорит, но вообще ничего не понятно. И еще желательно, чтобы хоть какой-то был свет, то есть не было вообще вот, чтобы совсем темно, вот как-то вообще, чтобы не видно было этого человека. Третий еще очень важный момент к видео. Естественно, он должен сниматься на фоне того, опять же, того, чего вы сделали какую-то услугу. Например, если я занимаюсь обучающими курсами, логично снимать на фоне какой-то доски. Нелогично снимать на фоне в парке, например. Вот это вот нелогично. Зато если человеку, например, вы сделали стайлинг авто, то, естественно, лучше всего его снимать с машиной. Тогда индекс доверия, траст, намного выше. Если вы сделали человеку дизайн квартиры, то можно заставить человека сняться с вариантом дизайна, чтобы он снимал, чтобы он держал бумажки. Либо потом вставите тоже дизайн. Но лучше, конечно, чтобы все было вместе. Если бани, тут понятно, вы просто ходите, например, либо вокруг бани, либо рядом с бани стоите. Ну и так далее, в зависимости от вашей услуги. Главное, чтобы это было все вместе. Ну и четвертый пункт, наверное, самый важный. Что спрашивать в том самом интервью, которое я говорил в самом начале. Давайте пройдемся по пунктам. Итак, представляем себя операторами от Бога. Здесь есть петличка, здесь стоит человек. Включайте камеру. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я владелец маркетингового агентства Monster Context. Меня зовут Константин Грабунов, собственно, как я уже говорил. С Петей мы знакомы где-то уже полгода. Мы так, скажем так, знакомы на стезе интернет-маркетинга. Петя меня очень давно приглашал на свои семинары. Я все никак не мог попасть, не ходил. После этого я ходил на семинары крутым SEO-блогерам. Они рассказывали невероятные схемы, которые я нифига вообще не понимал. Потом в какой-то момент я с Петей немножко пообщался, сделал, как он просил, ну, сделал на своем сайте. И мои сайты начали выходить действительно в топ. И по некоторым запросам, например, если вы сами же ведете настройку Яндекс.Директ, я буду первым, вторым, ну, первые места занимать. В общем, все, что говорит Петя, это на самом деле действительно работает. Это схема раз-два-три, это реально потрясающая система, которую он рассказывает по SEO. Спасибо Пете, буду приходить вон на семинары еще. И человек должен представиться, сказать, что он Вася Петров, Василий Петрович, Иван Михайлович, Наталья. Если маленький кто-то ребенок или еще что-то снимает ребенка и спрашивает у ребенка, как зовут. Если стоят двое, то двое представляются. Не надо, чтобы представлялся один, желательно, чтобы представлялись все, кто участвует. Ну, сами вы можете, естественно, не представляться, потому что вы за кадром. Второй вопрос. Что вы у нас заказывали? Ну, или в какой компании вы заказывали? Ну, здесь очень сложный и скользкий вопрос, поэтому лучше просто спросить, что вы заказывали и что получили. Самый простой вопрос, то есть, если человек, например, заказывал баню, он говорит, вот у нас мы построили баню. Можете еще сами добавить ту компанию, в которой вы работаете, либо это ваша компания. Что вы заказывали у компании Monster Context? Я заказывал Landing Page, Яндекс.Директ и Google AdWords. Третий пункт. Он опциональный. Если хотите, добавляйте. Если нет, то нет. Можете спросить про процесс поиска. Например, а долго ли вы искали или где вы искали нашу компанию? Я нашел ее в интернете. Долго искали? Ну, я пересмотрел 5-6 сайтов. То есть, опять же, у некоторых людей бывает так, что они пересмотрели 20-30 сайтов. Или бывают даже такие истории, когда человек говорит, вы знаете, я уже заказывал баню, и спустя какое-то время мне пришлось построить новую баню или переделать баню, потому что те вот нехорошие люди сделали плохо. И у меня, я в этот раз искал очень, очень долго и тщательно подрядчиков, которые сделают мне баню. Такое тоже бывает. Человек, если сам не говорит те проблемы, которые у него были, но он вам в приватной беседе это уже говорил, вы можете ему намекнуть, а какие у вас были проблемы до того, как вы к нам обратились. И человек должен об этом и сказать. Ну, то есть, надавить на больное желательно. Дальше. Самый важный вопрос. А какие вы результаты получили? Что вы получили в итоге? Вас вообще удовлетворяет это? Очень простой вопрос. Петр Иванович, как вам результаты? И Петр Иванович вам рассказывает. Вы знаете, отличный результат, мне построили отличную баню. Ну, и опять же, можно какие-то моменты сказать. Если это тонкости какие-то, связанные с банями, окей, тогда вы спрашиваете, а какого размера была баня, какую вы баню искали? Например, вы искали баню 5х4? Нет, я искал баню 3х4, но ребята мне посоветовали построить 5х4, когда приехали ко мне на участок. И зачастую это люди сами говорят. Вам желательно просто с ними коммуницировать, потому что обычный отзыв. Здравствуйте, меня зовут Николай, я построил баню. Вот такие ребята, все классно, спасибо. Вот это не надо. Тем более, они не смотрят обычно в камеру, они смотрят куда-то вот туда, либо сюда, либо еще куда-то. Но они не смотрят ни в камеру, и тем более, это набожные какие-то слова, которые очень похожи больше на молитву. Вот этого точно не надо. Поэтому интервьюируйте, задавайте какие-то сами вопросы, можете какие-то даже каверзные вопросы задавать, и человек, скорее всего, честно ответит, если вы сделали ему хорошо. Вот этот пункт я специально отдельно добавил, потому что эмоция должна быть. Как только эмоции нету в видеоряде, то есть человек... Вот нету этого, просто человек спокойно рассказывает, этого обычно недостаточно. То есть такие видеоотзывы люди особо не смотрят. Да, наличие видеоотзыва само по себе является большим преимуществом, но если вы делаете акцент на эти видеоотзывы, то есть у нас они есть, а у других их нету, то извольте и сделать их так, чтобы были эмоции. Если вы продаете детские манежи или какие-то детские вещи, то вы понимаете, что у мамаш должны быть действительно качественные эмоции. То есть они купили какую-то вещь, то, что, например, стоит в два раза дороже рынка, и у них должен быть вау-эффект, прямо вот с такими глазами, чтобы они... Это так классно, вы не представляете, сейчас я вам расскажу. И последний пункт, который мы задим Василию Ивановичу. Василий Иванович, кому бы вы порекомендовали обратиться к нам? И Василий Иванович должен сказать кому. Ну, опять же, скорее всего, он скажет, да, таким же, как и я. Или Вы можете ему тоже подсказать. Скажите, Михалыч, а Вы бы второй раз обратились к нам? Порекомендовали бы, например, своим друзьям? И это тоже поможет человеку, если человек входит в ступор. Уже после того, как Вы сняли отзыв, нужно понимать несколько вещей. Первое. Если первые отзывы не получились, ничего страшного в этом нет. Ну, например, у меня есть отзыв 2013 года, где у меня Саша Матвеев, один из моих клиентов. У меня несколько от него отзывов спустя несколько лет. В первом отзыве он прям сидит такой, то ли напуганный, то ли еще что-то. Да и я сам снимал на телефон. В общем, выглядит это примерно, да, все нормально. А второй, уже на следующий год видео, он уже такой спокойный, довольный, потому что он уже заработал денег, ему замечательно все и так далее. Снимать нужно все. Желательно к каждому человеку подходить и говорить, можно отзыв, можно отзыв, можно отзыв. И тогда у Вас будет все круто. Если Вы снимаете один отзыв и думаете, что он будет у Вас всю жизнь висеть, я Вас умоляю. Это все равно, что делать сайт и думать, что через полгода Вам не понадобится его переделывать. Следующий очень важный момент, когда Вы снимаете, например, на телефон, на камеру и так далее, можно склеивать. Нельзя думать, что Вы сделаете отзыв, например, человеку задаете какие-то вопросы, когда Вы империруете, и вот человек начинает что-то рассказывать. Вы человеку можете остановить и сказать, Петр Иванович, давайте другой вопрос задам. Или перефразирую, потому что человек иногда его может понести. Вы этот кусок потом вырежете, вставите туда какую-нибудь фотографию, и все будет замечательно. Фотографию, видео, например, как Вы ходите по баням, еще куда-то. Ну, то есть, снимаете. И в этот момент склейку сделаете из аудио. Ну, то есть, все элементарно. То есть, склеивать можно, ничего страшного, если вдруг не получилось. Поэтому никогда не делайте очень такую большую ошибку, связанную... А можно еще раз? И Костя, давай снимем заново. А второй раз уже получается... Меня зовут Василий Иванович, я сертифицированный коуч, я умею преподавать речь. Достаточно с первого раза снять, просто интервьюировать. Опять же повторюсь. В конце, когда Вы будете уже редактировать видео, также я рекомендую спереди, сзади и посередине наложить Ваш либо домен, либо Ваш логотип. Ну, логотип, сами понимаете, могут так же своровать, как и Ваш лендинг вместе с ним, с видео и так далее. Поэтому лучше наложить и домен, если он у Вас постоянный, и наложить логотип. То есть, у Вас чтобы был и нейминг, и все было замечательно. И желательно еще иногда, где-нибудь в середину, вставлять по центру логотип. То есть, не сбоку, где-то вот здесь, где я сейчас показываю, да? А вставить прямо вот где мое лицо, огромный логотип. Тогда точно у Вас это видео никто не возьмет. Кстати, сюда же можно вставить и просто ссылку на сайт. Вы, кстати, можете перейти на мой блог и посмотреть все мои видеоуроки. Пожалуйста. Но если я не вставлю сейчас сюда логотип, сюда логотип, это видео просто пойдет по бороде. Да, меня будут все знать, но при этом еще и будут знать как человека, который побывал на всех абсолютно сайтах. Ну, а дальше все очень просто. Вы конвертируете видео. Если вы не умеете работать в видеоредакторе, попробуйте какой-нибудь совсем простой видеоредактор. Не надо использовать какой-нибудь Sony Vegas, где вообще непонятно что и как. Даже я с трудом спустя три года там разбираюсь в нем. Я обычно использую более простые видеоредакторы. И это видео будет сделано в более простом видеоредакторе, где просто можно наложить две дорожки. Аудиозвук. Я его пишу просто отдельно. И все. И у меня готовое видео. Ну, и в конце добавлю, что, конечно, желательно залить на какой-нибудь хостинг это видео, потому что чаще всего заливают на YouTube. Например, я заливаю на YouTube. И такие ролики, конечно, можно скопировать. Настоящие профи знают, как это сделать. Да и не профи тоже. Но, тем не менее, так как вы защитили его логотипом, где-то каким-то неймингом, с адресом сайта, то, что у вас его скопирует, в принципе, ничего не даст. Сразу скажу по марочку, почему вот здесь, я забыл рассказать, нельзя использовать логотип сбоку, потому что могут вот так взять, отрезать видео и сказать, а это наше видео. Ну, вот таким куском просто отрезать. И видео вроде не потеряло смысл, а логотип ваш потеряло. А по центру, когда вылазит, например, домен, к сожалению, отрезать не получится. Ну, вот и всё, друзья. В принципе, все основные секреты я рассказал. Снимайте больше качественных видеоотзывов. Помогайте другим тоже видеоотзывами. Если вы хотите рассказать, и у вас появилась какая-то суперкрутая эмоция, вы всегда можете написать мне сюда, в комментариях под это видео, или оставить привязанным видео свой отзыв. Ну, и я буду очень счастлив и, в принципе, буду знать, что эта тема очень хорошо вам помогла. Либо вы можете просто откомментировать это видео и написать, насколько оно вам было полезным. Также вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал, где я выпускаю очень большое количество видео по Яндекс.Директ, Google AdWords, Лендинг Пейдж и о том, как увеличивать продажи в наше тяжёлое время. На этом всё. С вами был Константин Горбунов. Пока-пока. Сразу с лазерным мечом. Да. Красненький. Меня зовут Роман Кутков. Что я узнал? Да я до технина чего узнал, чуть меньше запомнил. Узнал, как настроить AdWords. Это вообще главное. Это, собственно, я пришёл за этим. Яндекс в область счастья знал, где я их. Вот. Разобрался в КМС, в Россия. Ну, собственно, почти всё это сделал. Но что-то с Google вышел хоть провал, но там из-за плохих ключей. Что буду делать? Буду всё это переделывать. И денег заработаю очень много обязательно. А у тебя, ты тоже собираешься маркетингового агентства включить или открыть? Давайте плохого упадет. Так, а что, дальше?